Те, кто меня не первый раз слушает, уже, наверное, знают, что я, как сказать, приверженец фонар, сторонник стилизации. Достаточно часто у меня появляются новые песни под влиянием каких-то разных стилей, разных направлений, музыкальных или поэтических. Так у меня появился фокстрот, так у меня появились романсы, вальсы и так далее. Так вот, я сегодня слушал замечательное, очень интересное, как правильно сказать, обзор, да, ревю про басон. Вот, не хочу говорить лекции, не хочу говорить какие-то какие-то. И у меня родился стилизованный такой стилер басон. Сквозняк, побахнула форточка, холодает. Так вот, если говорить о стиле. Я тут рылся в своих закашниках и опять нашел некоторое количество песенок, которые писались еще в далекую молодость. 17-18 лет. Вот одна из этих песенок. Сейчас я ее так сам себе спел, послушал и понял, что, наверное, в принципе, можно ее спеть. Особенно потому, что... Ну, она как бы для меня есть несколько неожиданной. Я сначала ее свою, а потом скажу пару слов по поводу того, почему именно вот она сейчас у меня всплыла. Ну, она как бы для меня есть несколько неожиданной. Ну, она как бы для меня есть несколько неожиданной. Ну, она как бы для меня есть несколько неожиданной. Ну, она как бы для меня есть несколько неожиданной. Ну, она как бы для меня есть несколько неожиданной. Ну, она как бы для меня есть несколько неожиданной. Ну, она как бы для меня есть несколько неожиданной. Ну, она как бы для меня есть несколько неожиданной. А теперь почему? Я на протяжении уже достаточно долгих лет практически не смотрю телевизор вообще. Много есть разных причин тому. И одна из них это то, насколько в последние годы испоганилась украинская арена. Я нашел песню, которую писал человек, ну, я говорю про себя в третьем лице. Человек, которого учила старая еврейская учительность. Маленькая горбоносая еврейчика Эмилия Аковлевна, которая в 16 лет с сестрой ушла на фронт, таскала на себя раненых. Хотя была такая щепленькая-маленькая, которая была награждена бывыми наградами, и которая всю жизнь, придя с войны и закончив педагогический институт тогда, учила детей в украинском языке. И мне хочется верить, что нас она научила правильно. Так, пойдем дальше. Если говорить о стиле. Если говорить о стиле, то нельзя прийти мимо какого замечательного стиля, который называется «По самого». ОПАФА Потянулись на юг, расчертив небосвод на углы Перелетные птицы, и прохладно ночами И хочется как-то накинуть уже пиджачок Но любимая в парке, гуляя со мной На скамейку уже не садится И задумчиво что-то, и часто кратко дышит силе кулачок Ну вот и сентябрь, и что тут вроде такого? Опять звучит босаново, опять листвыки нова Лена прошло, и вот сводит ли пустит босаново Что ни желание, ни слова, ни развернуть календарь Не смотришь, мальчинки в глаз И покрылись внезапно виски сединою Но в туши не стихает, горит и не сгорает Огонь нашей долгой любви И как здорово то, что судьбы нашей осень Вдвоем мы встречаем с тобою И качаем нас ритм босановой Вводя в унисон с нами осень земли Ну вот и сентябрь, и что тут вроде такого? Опять звучит босаново И отгоняет печаль Лето прошло, теперь пора встретить осень Мы возвращение не просим Но лето чуточку жар Лето прошло, теперь пора встретить осень Мы возвращение не просим Но лето чуточку жар Мы возвращение не просим Но лето чуточку жар Мы возвращение не просим Замечательный одесский поэт Николай Наумов дал мне тему для нескольких песен, и одну из них я сейчас хочу вспомнить, и это будет практически джаз. Под музыку дождя качается трамвай, меня в трамвае посетила муза. Я просто человек, рисующий слова, в загадочно-волшебном ритме блюза. Мне воздухом морским так хочется дышать, морской сюжет беру я за основу. У песни же моей одесская душа, и звуки улиц города родного. Я просто человек, рисующий слова, в чарующих весенних звуках джаза. Под музыку любви вам слышною едва, мне самому понятную не сразу. Так хочется любить и верить и мечтать, о венах и проблемах забывая. У песни же моей мелодия проста, как звук колес одесского трамвая. Я просто человек, рисующий слова, под музыку любви вам слышною едва. Я просто человек, рисующий слова. Не в плане полемики, а в плане, как правильно сказать, развития темы, да? Вот сегодня прозвучала мысль от наших арт-психотерапевтов о том, что депрессию нужно лечить не веселой, а спокойной музыкой. Ну, наверное, в этом есть свой резон, потому что я инженер, я все объясняю законами физики, и я знаю, что такое реактивное состояние. Когда подкреснул себя энергетиками, энерджайзерами, всем остальным, ты вроде бы как готов. А потом, когда остановился и понял, что уже дальше бежать некуда, наступает реакция, и организм падает в потенциальную я. Поэтому я тоже считаю, что правильно лечить людей нужно спокойными ритмами, спокойными нотами, неконтрастными звуками и так далее. Но тем не менее, есть такое понятие, как веселая песня. И тем не менее, все-таки веселые песни тоже являются антидепрессантами. Это же более надежно. Ну, в каждом, давайте так, аналогин, чтобы лечить голову, да? А для того, чтобы лечить другие болезни, уже другие препараты. Поэтому все имеет право на существование, в том числе, веселые песни. Фокстрот был в свое время придуман как развитие определенного тоже музыкального направления. И мне очень импонирует вообще дух этой музыки. Поэтому я неопротивима. В ее пряди На березовой глади И наше заглади На главные ветероны Ты слышишь, Как он слегка колышет Напев который Дышит чудесный вечерок. И вместе Мы слышим эту песню Сидим прижавшись И сна как оглушенные. И вот что Я понимаю точно Мы будем этой ночью Завороженные. Колышешь мне Врядь Когда ты дышишь И понимаешь Слышишь Какой бы стал момент. Вот повод И самый верный довод Что подкрепляет слово Как лучший аргумент. И вместе И вместе Мы слышим Эту песню И ее Напев чудесный Как мушевство глоток. О, счастье В твоей нынче власти Как гретье запястье Твой нежный Локоток. И дует Нам ветер Как колдует Облака И слух Невиданных Зверей. И ясно Что встреча Не напрасна Что будет Жизнь Прекрасна Как сказочный Ручей. Мы Вместе Подхватим Тупицью Ее Напев чудесный Как Волшебство глоток. Он Точно Связал Нам жизнь Непорочно Как денежку Платочкам Волшебным взялом. Он Точно Связал Нам жизнь Непорочно Как денежку Платочкам Волшебный Узелок. Волшебный Узелок. Волшебный Узелок. Волшебный Спасибо.